Если чё. Часто Чингиз, блин. Кинь меня у этого, наблюдателя. Ну, карту выбираю. Какую карту выбрать? Щас, погоди. А вот здесь вообще? Конченная карта. Такое, что он торговый район даст в начале. Я не буду. Короче, мне нравится. Первая карта 1 на 1. Идёт рейтинг. Я рандом. Чё упадет? Так, Кирита поставил. Я буду сражаться достойно. Кирита поставил венчи. Алекс решил наандомизировать. О, ебать. Ты же венчи хуёву умеешь, да? Нет, нормально, но не так хорошо, как он. Ну всё, всё. Так, быстренько эту херню. Раскрываем всё. Так, Кирита у нас розовый. Чё тут? Торговый есть, караван строится. Второй караван будет, нет? Посмотрим. Разведчик есть. Здесь чё было? Был, был, был. Мы видим под 50 секунду, блядь. Алексей уже проебал. Ага. Чё-то разведчика я не вижу. Чё он построил, блядь. Один разведчик, а здесь чё было? Хер его знает. Давай посмотрим по АХП Рудокопов. Чё-то он какую-то херню построил. Где эта херня? Так, Рудокоп. Стандарт 80. Апнул Рудокопом ХП. Думает, что нападёт на него. Так, здесь. Юзает эту херню. Здесь чё у нас строится? Третьим районом строится военный. Чё по Рудокопам? Тихо и на городов сколько? Он не взял. Нормально. Он не взял ХП. Скорее всего, в исследованиях взял разведчика. Да, вот он. Вот он разведчик летает. Ну, по городам здесь ещё получается. Раз, два, три, четыре. Получается по три города. Раз, два, три. Нет. Раз, два. Вот эти крайние, короче. И в центре два города. Битва вообще на центре должна сосредоточиться. Так, чё по ресурсам? По исследованиям. Чё? Здесь почему-то нету. А чё он? Как он, блядь, исследует? Где? А, у него просто нету лаборатории. Он не строит лабораторию. Строит четвёртым районом торговые. В то время как здесь. Здесь чё? Блядь, чё-то он вообще проспал. Чё за херня? I might disconnect. Maybe it's... Рейнинг. Он пишет, что он может disconnect. Да, может вылететь, что у него гроза, короче. Он только сейчас второй торговый поставил и начал строить военный. Потому что, ну не знаю, он подвисал. Подвисал у него экономика, посмотри-ка. Чё-то не так делал. Он даже на разведчике. Ну я и говорю. Я и говорю, что он стоял. Он не разведчика взял, он хп рудокопом взял. Но у него тимония не было, блядь. Чё он сделал? Ничего не стоял. Мы ходим делать. Блядь. И тогда этот Алекс выиграет тогда. Да не, блядь. Чё, пока ничего не ясно. Пять оликсер решил, будет пройти. Ааа. Так, чё, он строится рудокоповый. Захватывается, что? Эта херня. Здесь у нас что дает? Тимонии и золото. Хорошая штука, клад. Вообще здравая. Призвался. Слушай, опять герой раньше появился, то лучше шпить. Как мы будем использовать. Здесь скорее всего будет герой призываться. Потом уже достраиваться рудокопы какие-то. Вот он призывается герой. Здесь есть рудокопы три штуки. Ну, там уже захват города идет. У Алекса. А, он его просто выкупил. Значит, у него город быстрее появился. В таком случае. Промышленные пошли районы. Разведчик разведует. Что у него здесь? Сейчас увидит Дожа. Здесь он смотрит сюда, конечно. Уничтожен разведчик. Есть золото на изучение облака. О, блядь, ни хрена там защита какая. Еба. Еба, он тут решил странно пора забирать. Не, я думал об этом, но, блядь. О, блядь. О, блядь. Так, где еще? Так, разведчик этого летает. Пошли исследования. Ну, он по стандарту, походу, улучшил. Первую строчку. Первый столбик. Что, кстати, с разведчиком у Алекса? С шахтами еще. Пока шахты не стоит, походу. Два родокопа всего здесь. Что по инкому? 195. Тимония. Что у Кирита? А, это и есть у Кирита. Ну, поменьше получается. Золото побольше у Алекса. По исследованиям пока молчит, что-то не тыкает. Один торговый построил. Караван пока не строится. Военный строится. Сейчас будет подкрепление. Отступает. Кирита. Пока не ввязывается в бой. Строится караван. Отменяется. Строится в городе. Разбивается караван. ХП у караванов Алекса слабое. Винком золото упал. Немножко. К сравнению, здесь 200. А у Кирита на караване 400. Это огромное количество ХП. Сносить караван дольше. Пошла первая стычка. Пошел яд ровно в пехоту. Уничтожение. Дош отошел, но он стоит на крыле уничтожения. Сейчас получит стан. Нет, не получил стан. Дош не получил стан. Красный. Изучен выстрел. Сейчас, если сфокусить немножко огонь на доже, можно потом выстрелом добить. У него 450 ХП. Алекса изучает только выстрел. Дош сносится. Но войск у него уже нет. У Алекса шагатели. Вот они подошли. У него тоже есть выстрел. Луч боли. 125 ХП. Вот, пошел луч боли в красного. Даст ли он свой луч боли в него? Пока не дает. Здесь уже часовые подошли. У Кирита. Кирита намного больше войск. У Алекса что? У Алекса всего лишь два нейтральных. Здесь что? Забрал нейтральное. Нейтральные постройки. Очень много зоны. Глядь, там еще и караваны лежал. Просто уничтожает караваны. Кирита. Пока очень комфортно себя чувствует. У Алекса, конечно, три города. Но пока это ему особое преимущество не дает. Тут нужно строить юнитов. Что у нас в казарме? Часовой изучается только сейчас. У Кирита что? Кирита. Где-то должна быть. Так, здесь есть возможность заказать. Где же у него казарма? Казарма на самом краю стоит. Отступает за казарму. Что же он хочет сделать? Куда он идет? Часовых пока не производит. Войск у него достаточно, чтобы отбить любую атаку. Проблема сейчас у Алекса. У него нет войск почти. Нейтральные юниты очень слабые. Посмотрим. Очень-очень слабые. Восемь атаки. Не использованный выстрел. Так бы сейчас было намного меньше хп. Что по исследованиям? Второй ряд. Золото и тимония. Увеличенный доход. Уученный. Здесь только учится. Поэтому скорее всего отставание по тимонию. По самим ресурсам. Кирита инком больше. На 50 тимония это очень серьезно. Изучается яд. Уже откодешится через 20 секунд. Можно построить караван. Вообще необходимо строить крепость для расширения границ. Так, здесь часовой будоражит. Город. Заодно разведают. Где разведчик, кстати? Разведчик где-то здесь летает. Отдыхает. Просто ходят пока. Ждут. Девятая минута игры. Можно построить караван, но он пока не строится. Стоит отряд. Изучается граница. Лучше конечно исцеление. Выучить. Телескоп стоит. Что по городу? Один дворцовый есть. Значит можно строить крепость. Получает урон от яда. Неплохой. Войска. Кирита топчет. Неплохо. Войска. Войска. Кирита очень многочисленные. Он просто уничтожит сейчас дожа. Нужно отступать. В то время как у красного войска. Два часовых. Два отряда. И они здесь. Так. Очень много тимония. Это можно крепость построить. Но главное где ее построить правильно. Уже паук пошел. А паук будет догонять из остановки дожа. Добивать. Все. Дож уничтожен. Ну вот о чем. Кирита есть яд. Все. Мы сейчас только разносить. Будет ли вызывать героя. Так. Здесь строится вторая казарма. Я так понял. Строится крепость близ города. Тяжелый и улучшенный. Во второй казарме что будет. Во второй казарме возможно пехота. Здесь строится часовое. Во второй казарме пока ничего не строится. Нужно перепризвать героя. По 150 он стоит. Купает отряд пехоты. Скорее всего нет. Нет. Паук пришел кошмарить шахту. Сдох. Пауки мощная сила. Они вот эту юзают. Паутинку. Нормальная тема. Застопорить юниты. Сковать отряд. Так. Строится ба. Башенка нет. Шахта. Шахта. Так. Ну и что с призывом героя пока не спешит. С улучшением. Что золото будет улучшать. Да. Против него конечно очень трудно. не знаю. Наверное. Песка. В то время как у Кирита что. Ну на доже нападают. Он достаточно хп. подходит паук. Воздушный юмит атакует. Здесь штурмуется город. Два часа выхожу. Считай взяли. Пауки очень мощная сила. Крепость перед городом прям построилась. Этот город он может как-нибудь выкупить. Но эта крепость точно очень мощная вещь. Расширила границы очень сильно. Без этого города с двумя городами почти ничего невозможно сделать. Этот слишком дорого выкупать. Героя нету. Герою еще улучшать способности надо. Здесь уже приличное войско. Город потерян. Но зато есть пушка. Где она кстати? Почему-то она здесь стоит. И зачем? Думает что он его выкупит? Или он хочет его выкупить? Так. А что он смотрит? Так. Значит красный у нас видит. Видит крепость. Прекрасно. Что у нас видит Кирита? Пошла Киритовская пушка. Кирита у нас видит больше. Территория больше. Видит абсолютно две казармы. Видит полностью город. Видит. Крепость он не видит. Крепость он не видит. Крепость тоже видит. По идее вот. И идет. Идет вперед просто. С пушкой. Нет. Отходит. Увидел крепость. Атакует. Прибыль золота. Хочет забрать. Почему-то напал на город. Зачем? Стал строить в пушку. Какой-то ущерб нанести. Где основные войска стоят? Здесь от пара отрядов возле города. Здесь отряды что-то пушку отгоняют. Но против той армии они не сыграют сейчас. Возможно джиггернаут. Но на него слишком много тимония надо. Его даже еще не изучили. Что в казарме? Пауков нет. Пехота не улучшается. В общем печально. Армия Кирита атакует пушку. Пушка атакует пушку. Армия разносит. Вон сколько. Механических человек. Механических увод. Здесь слишком слабая армия. Героя нет уже. Хотя можно призвать. Так. Выкупился город. Но теперь нет золота абсолютно. Не изучается технология. Два очка есть. Не изучается ничего. Разбивается казарма пушкой. Очень легко. Атака пушки. Атака пушки. 35. По зданию. Разносит в два раза больше. С выстрела. Ну крепость конечно разносит здесь механические войска. Неплохо. Кстати говоря. Недостаемно. Так. Кирита ваш третий уровень. Скоро изучит еще более мощный луч. Так. Сдохла пушка. Застанем ее Дожа. Ух ты. Осадный лазер в крепости. Возможно сейчас он ее добьет. Интересно, что атака крепости не падает. Атака крепости 26 как была, так и есть. А вот город, когда разносят военный, то атака его очень падает. Все крепость уничтожена. Здесь заодно и город разбьют. Здесь джиггернаут, пушка подошли. Высокая прибыль, керит отдает ему возможность. Второй джиггернаут. Джиггернаут это считай победа, потому что здесь с двумя городами такого не добиться. Имея такую территорию, преимущество уже будет неоспоримым. Потому что уже ничего не сделаешь. Невозможно. Как-то переломить ход игры. Нету столько ресурсов. Ну хотя... У него вон ресурсы есть. Что-то он хочет изучить, что-то сделать. Строится еще одна крепость. Военный район. Но это все быстро снесется. Так, какое-то преимущество. Военное, что ли? Ух ты, вот это крутая штука. Истребитель. Ну его атакует крепость. Нужно отходить. 700 хп, очень здравая штука. Атака у него, конечно, своеобразная. У героя не улучшаются способности пока что. Кирита спокойно стоит, ждет. Одним броском уже сейчас он может все разбить. Есть пушка, есть джиггернаут раздавить пехоту. Есть дож. Все откодешилось. Лазер откодешится. Город легко будет забрать. Пойдет, наверное, на тот город. Вот, Кирита его не чинит. Но это ничего не даст. Нет, идет, стоит. Так, ну что, изучил, да? Изучил выстрел. Что у Кирита по районам? Торговый может построить, но пока тимония нет. Он весь выливает. Строит заглушку способностей. Нейтрализатор. Так, по исследованиям, что же он нажмет. Скорее всего, вот эти два. Самая важная вещь. Да, и горное дело. Все правильно. Итак,ゴе-горное дело. Игорь. быстро исцеляются родокопы так интересно ну атаковать город конечно он подбитый но его нужно захватывать нужна пехота нужно подводить ее ближе есть радиус когда начинает город захватываться вот город захватывается но это конечно не будет никакой роли играть послал разведчика чисто посмотреть что здесь стоит сам пойдет скорее всего на этот город использовался нейтрализатором чтобы дождь ничего не использовал ну сам как бы не может мы сейчас пока не надо сейчас нейтрализатор пройдет может какую-то крепость все город захватывается великий город взял кирита ну с 2000 он сразу разнесет крепость потому что у крепости всего 1750 сейчас он его доучит и уже использую поэтому он даже не атакует а вот пушка атакуют уж на город оставим все этот город захватил а а блять и ничего одну пушку убить не могут серьезно да что тут поздно еще Продолжение следует... Батя, они серьезно с ней не могут справиться. Вот гандон. Здесь бункер строится так интересно, но он его скорее всего успеет разнести, а может и нет. Пидор. Сайда строится, бункер, гандон. Чуть оставлю. Да блядь, там чуть-чуть совсем. Вот ты че. Ты че, одновременно играешь и пельмени готовишь что ли? Кого готовлю? Пельмени. Ну, можно и таскать. Почему-то не. Это еще не разный. Не слышал, что-то хоть какие-то манили. Да я просто подвалился неподходящей манили. Блядь, это и господи. Нифига себе сплэш до жесткого. Будет это повтор? Для че это, блядь? Или ты зритель? Я зритель. Здесь Алекс проиграл. По-моему, тут уже пиздец просто. Тут можно просто нажимать выход. Да, кстати, даже второго уровня есть, блядь. Сейчас он еще Левиафана, блядь, построит. Сейчас погоди, блядь. Или закосарь молот выучит, блядь. Как придет, как разъебет всю эту хуйню. Я, кстати, что-то вообще в последнее время в авиации Винчи разочаровался, блядь. Кроме тайных залетов на территорию, блядь, и то, блядь. Просто урон у них вообще, блядь, никакой у этих самолетов. Сука. Ты это видишь, блядь. Ой, у тебя не слышно. Захватывает он, ой, то есть строит этого ебучего Левиафана. Че? Че? Губич. Э, блядь, че, 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 че я побежал. Скорее всего, сразу выкопается на шахте у него. Куда бегут, я же их поставил в другое место, оконченный. Песец. Вот-вот и я тоже, блядь. Скорее всего, в дужу. А, нет. Вазер изучает. Хуйня построена. Хуйня направляется гадить. Или нет? Еще не направляется? Че упасть. А, ебай, пятый уровень. Походу, молотый же был. Пес. А, блядь, Левиафан. Нахиит. Неуклюжий, конечно. Где мы, Левиафан? Что делать? Почему не здесь? Да, чувак просто чемпион сейчас в роли. А, че, сломаешься? Пидор. Габью, просто. Он у него королевский, что ли? Нет, обычный. Блядь, льба. Да, еле как урон нанесен. Ну да, там КП-13. 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 Моа, нормально, самое время, бункер построился. Че он такой жесткий, че за хрень?